11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин. Радищ, главный редактор, как член ОПКО, либо как любитель просто природы. Все вместе. Конечно, это такая экспедиция, где все интересы мои абсолютно сошлись. И есть поделиться какими впечатлениями и планами. На самом деле, есть чего и покритиковать тоже. Но не в части экспедиции, которая была организована нашим опорным вузом, а в части отношения вообще к этому природному объекту. Поговорим мы об этом во втором часе. К нам придут замечательные совершенно люди, члены экспедиции. А в первом часе мы сразу анонсируем, представляем нашего гостя. Это Александр Чурин, первый заместитель председателя правительства Кировской области. Александр Анатольевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И мы поговорим о разных проектах, которые касаются, и планах, которые касаются и региона, и муниципалитета. Мы поговорим про дорожное строительство, и про перспективы аэропорта Победилова. Мы поговорим об отношении к инвест-проектам, как, может быть, их лучше реализовать, какие мысли есть в правительстве, как настроить работу. Ну и, конечно, мы поговорим о городских проектах, поскольку городская повестка в последнее время – это практически лидирующая повестка благодаря действиям властей. Мы знаем, что городские власти муниципальные работают в плотном сотрудничестве с региональными, потому что серьезные большие вопросы отдельно друг от друга решать практически невозможно. Ну и, чтобы не затягивать, мы приступаем. Начнем мы с темы, которая последние два года просто не сходит со страниц СМИ. Эта тема касается аэропорта Победилова. И если история с Победой вроде бы пришла, я сейчас говорю про авиакомпанию Победа, авиакомпания Победа, она пришла к какому-то логическому своему завершению, но мы все равно об этом поговорим, то что из себя представляет аэропорт прямо сейчас, какие планы на этот аэропорт есть у правительства, по крайней мере, в какой стадии размышлений мы сейчас находимся и планирования. Вот эта тема, конечно, очень важна. И оттолкнуться, наверное, нужно от того, что за последний год пассажиропоток аэропорта сократился в два раза. И у экспертов, и у горожан, которые обсуждают в соцсетях, даже по приход Победы, которому все, конечно, рады, поскольку падают цены на билеты, даже приход Победы не рассматривается как спасительный какой-то круг, который вытащит этот пассажиропоток хотя бы на прежний уровень. Что сейчас происходит в Победилово? Прежде всего, аэропорт Победилово жил, живет, и, я думаю, будет жить. Это основной посыл, над которым мы работаем. Акционерное общество аэропорт Победилово 100% принадлежит правительству Кировской области. И это стратегический объект, который для нас просто необходим. Во-первых, это воздушная гавань нашего города, нашей области. Через нее проходит достаточно большой пассажиропоток. Действительно, он в настоящее время снизился. Но этому есть и объективные причины, есть объяснения. Здесь и местоположение нашего города. Потому что, ну, давайте не секрет, что многие привыкли ездить поездом в Москву, в другие города. Вятка у нас ходит очень удобно. Вечером человек садится на поезд, утром он уже в центре города. И таким же образом вечером он может уехать, утром быть дома. Поэтому Победилово находится в достаточно серьезной конкуренции с железнодорожным транспортом. Что касается вот такого резкого снижения пассажиропотока в этом году. Во-первых, ситуация с саратовскими авиалиниями. Та авиакатастрофа, которая произошла весной. В Подмосковье, да. Она, конечно, серьезно повлияла на сегодняшний трафик в аэропорте. И здесь, наверное, две части этого вопроса. Это то, что саратовские авиалинии, которые осуществляли у нас перевозки, они ушли. Они ушли, их теперь нет раз. А во-вторых, это, наверное, и психологически повлияло на людей, которые на какой-то период времени откладывают свои авиаперелеты. Естественно. Люди хотят летать надежными современными авиакомпаниями. На хороших самолетах. Поэтому здесь есть, как Вы правильно сказали, и психологическая проблема у многих людей, которые не готовы лететь, не доверяют существующим авиакомпаниям. И ведь проблема Победилова, она, в общем-то, наверное, отражение общей проблемы развития авиационной отрасли, авиации у нас в стране. Во-первых, не хватает самолетов. Региональные компании или маленькие компании, они достаточно слабы. То есть они не могут охватить всю сеть аэропортов, не могут удовлетворить те потребности людей в перелетах, в маршрутах, которые существуют. Ну, например, те же саратовские вероятные. Конечно, конечно. Но в настоящее время, несмотря ни на что, аэропорт живет. Руслайн осуществляет полеты. Все идет в штатном режиме. И вот прошедший зимний период, летний период показал, что, в принципе, аэропорт может выживать, может обходиться минимальными государственными дотациями и существовать. А вообще, Александр Иванович, да простите, вот этот показатель, который мы все время используем, пассажиропоток, пассажиропоток, количество перевезенных пассажиров, насколько он важен вообще? Может быть, мы забываем о чем-то другом более важном? Ну, самая важная часть – это обеспечение безопасности полетов. Вот это самое важное. Когда есть прилет, есть отлет. То есть правильное обслуживание самолета в гавани прибытия, безопасность пассажиров – это самое главное, это первостепенная задача для нас. Так, а когда вы проводите переговоры с компаниями авиационными, вот с Победой прошли переговоры успешно, а сейчас мы знаем, что договариваются с аэрофлотом на другие рейсы, вот эта безопасность на каком месте стоит? Есть ли претензии у авиаперевозчиков к организации обслуживания в нашем аэропорту? Претензий нет. Основной посыл авиакомпании – это, прежде всего, организация приема воздушного судна. Потому что, для примера, Победа дает время на разворот 30 минут, 32 минуты. То есть прилетел, через 30 минут должны вылететь. Да, должны вылететь. Поэтому службы аэропорта должны действовать четко и слаженно, чтобы успеть обслужить рейс, разгрузить багаж, посадить пассажиров. Мы соответствуем этим условиям. Мы готовы к приему кампании класса Победа. Такой кампании, в принципе, мирового уровня. А что касается аэрофлота? Игорь Владимирович, смотрите, то, что Победа ушла в свое время, наверное, была какая-то наша ошибка. Все-таки мы не смогли договориться с друг с другом, не могли понять друг друга. Где-то были представлены неверные расчеты экономической целесообразности работы с Победой и так далее. Игорь Владимирович провел переговоры с руководством группы Аэрофлот, результатом которого явилось возвращение Победы. Напомним, что Победа – это дочка аэрофлота. Да, дочка аэрофлота. И, в частности, на этих переговорах была достигнута такая договоренность, что мы сейчас смотрим, как пойдет работа Победы, чтобы в дальнейшем подключился аэрофлот уже. То есть, может быть, там будут рейсы утром Победа, вечером Аэрофлот, но я думаю, что это уже в процессе работы будет определено. А если у нас есть Победа, зачем нам Аэрофлот? Какие цели тут достигаются? Во-первых, это разные компании. Победа – это лоукостер, а Аэрофлот – это уже полноценная компания, весомая, самолеты с бизнес-классом и так далее. То есть, для разных пассажиров. Потом Победа летает во Внуково, аэрофлот летает в Шереметьево. И многим гражданам нашего города, области, будет удобно улетать в Шереметьево, оттуда уже за границу, в другие города, рейсами Аэрофлота, рейсами других компаний, вылетающих из Шереметьево. У нас сейчас Победа летит в трех направлениях – Москва, Петербург и Сочи. – Прервемся сейчас на короткий перерыв. Я только скажу, что у нас в ВКонтакте есть опрос. Он как раз Победе посвящен. Возвращение авиакомпании Победы в Кирове воспринимаем мы как? – 49% говорят, что положительно, наконец-то снова полетим. – 25% говорят, что мне все равно. – 25% – 24% положительно, но летать вряд ли буду. И всего 1% отрицательно. И комментариев я пока что в причинах не вижу. Прервемся на полминуты и продолжим разговор с Александром Чуриным, первым заместителем председателя правительства Кировской области. – Можно я еще один вопрос касаемо Победы Александру Анатольевичу? С 29 октября, собственно, открыта продажа билетов. Я буквально 20 минут назад заглядывал. Все в силе. С 29 октября, с понедельника. Срок сотрудничества с Победой оговорен? – Сейчас на год. Дальше пролонгация. – У Победы такая система. На год контракты. Дальше каждый год рассматривают оправление договора. Что касается… Возвращаемся в аэропорт Победилово, потому что кроме рейсов большие вопросы вызывает, собственно говоря, что происходит в самом аэропорту, менеджмент аэропорта. У нас до сих пор директор аэропорта находится в позиции исполняющего обязанности. – Да. Ну, во-первых, всегда менеджмент – это больная точка, больная проблема любого, наверное, предприятия. Я не скажу, что сейчас в Победилово плохой менеджмент. Он работает, он очень хорошо, качественно справляется с теми проблемами, которые возникают в ходе работы, решает эти проблемы, берет на себя ответственность, что очень важно. И потом, понимаете, ведь аэропорт – это большой и сложный комплекс. Там очень много вопросов, которые необходимо решать. Это не только аэровокзал, это маленькая часть жизни аэропорта. Естественно, сейчас перед нами стоит задача, чтобы аэропорт развивался, аэропорт менялся. Потому что в предыдущие годы дотации области составили порядка 300 миллионов рублей. Это к вопросу о том, что в свое время аэропорт вышел на безубыточность, на точку, когда должна пойти была прибыль. Если бы область не влила 300 миллионов рублей и не погасила бы все долги, аэропорт никогда не вышел бы на точку безубыточности. Потому что он планово-дотационный. Мы в любом случае будем датировать деятельность аэропорта и помогать аэропорту в его работе. Но эти суммы дотации хотя бы снижаться будут? Они должны снижаться. Должны снижаться. В этом году, например, все дотации, которые область потратила, составили 23 миллиона рублей. И больше не будет в этом году уже? В этом году мы сейчас по осеннему периоду посмотрим. Скорее всего, в начале зимнего для покупки реагентов антиоблендительных и так далее, наверное, будем еще выделять денежные средства для аэропорта. Но, тем не менее, аэропорт живет сейчас. Можем ли мы говорить, что убытки сокращаются аэропортом? Я могу сказать, что убытки застыли на одном уровне. Стабилизировались. Стабилизировались, да. За счет чего аэропорт может все-таки зарабатывать? Часто возникает вопрос о том, не передать ли аэропорт в частные руки или не организовать ли государственное частное партнерство. Рассматриваются ли такие вопросы? Вы знаете, мы рассматриваем такие вопросы. Мы обсуждали с несколькими компаниями эти вопросы, пока не пришли к какому-то пониманию. Прежде всего, не пришли к пониманию, зачем это нам. В чем будет наша выгода? Логично было бы зарабатывать на этом. Да, естественно. Не на всем надо зарабатывать. Понимаете, не на всем надо зарабатывать. Здесь, я еще раз повторюсь, самая главная задача – это безопасность. Безопасность полета, безопасность пассажиров. Правильно я понимаю, Александр Анатольевич, что те компании, с которыми вы проводили переговоры, с частной компанией, не представили достаточно доказательных оснований того, что их приход как-то перезагрузит Победилова и области. Нет, мы сейчас как раз в стадии переговоров. Возможно, нас убедят в том, что это выгодно, это интересно области, и мы придем к какому-то соглашению в том или ином виде. Но речь о продаже аэропорта сейчас не идет. Речь об управлении. Об управлении, естественно. И четкой цели такой не стоит. И цели такой не стоит. У нас много таких в России компаний, которые управляют аэропортами? Можем ли мы назвать какие-то рекламы? Нет, пока не будем, давайте, называть. Их компаний много. У кого-то есть опыт управления региональными аэропортами, у кого-то есть опыт управления большими воздушными гаваньями. Ну, у всех свои плюсы и свои минусы. То есть сейчас как раз стадия работы с этими компаниями, да, и смотрите, какие у кого есть проекты на Победилово. Ну что, к наземному транспорту уже перейдем, да? Да, к наземному транспорту, дорожное строительство, отрасль, которую вы, вообще дорожная отрасль, отрасль, которую вы курируете. Давайте посмотрим на то, что произошло с отраслью за этот год. Потому что, начиная от крупных проектов региональных, связанных с федеральными дотациями, вы вот сейчас выходите и на улицы города, и во дворы. Но начнем, наверное, с больших дорог, Володь. С больших дорог. Ну, радует то, что в этом году, в сравнении с прошлым годом, темпы дорожного ремонта, они повыше. И вот по официальным отчетам городадминистрации, в общем-то, уже приличное количество дорог в этом сделано. И вся надежда, то есть есть уже надежда на то, что не как в прошлом году, мы осенью уже вот этой наступающей будем уже в общем и целом с хорошими дорогами отремонтированными в рамках федеральной программы. Мы, как люди, которые с тобой постоянно ездят по региональным дорогам на дальнее расстояние, понимаем, что вот дорога делается, а она делается не по технологии, по которым делаются федеральные трассы, да, с армированием, там, с глубоким вертикальным устройством, делается по другим технологиям, а по ним пошли еще больше, да, Володь, поправь меня, если я не права, еще больше пошло фур после того, как ввели Платон, которые и колейность нам устраивают, и ямы выбивают. Это мы имеем в виду дороги регионального значения, по которым... Давайте по порядку. Давайте. На самом деле, нами за последний год была проведена достаточно большая работа, в том числе организационная. Прежде всего, она касалась организации и проведения торгов на ремонт дорог. Я думаю, что в этом году мы совместно с администрацией города Кирова, совместно с муниципальными администрациями очень неплохо организовали этот процесс, рано отыграли все конкурсы, разместили заказы, и, как следствие, мы видим процент исполнения ремонтных работ на сегодняшний день. Ремонтироваться много, ремонтироваться хорошо, хотя, конечно, недостатки, которые есть, и, наверное, пока они будут, неизбежны. А ключевые проблемы здесь какие? Вы буквально недавно проинспектировали. Да, мы инспектировали дороги. Ключевые проблемы, прежде всего, вот это все видят горожане. Мы ремонтируем дорогу, после не на нее выходят опять сетевые компании. Большой, большегрузный транспорт. Нет, сетевые компании, которые ремонтируют уже свои сети, коммуникации подземные, дорога снова раскапывается, и все. Мы пришли к тому, от чего мы видим. То есть согласовывать до сих пор не получается, о чем очень много говорили. Притом у нас прошел ряд совещаний еще зимой, накануне ремонтного сезона, мы согласовывали графики. Но, понимаете, в любом случае есть аварии, есть экстренные какие-то случаи. И сейчас наша задача, чтобы минимизировать последствия этих аварий, мы приходим к тому, чтобы подрядчик, который выполнял ремонт дороги и который несет гарантийные обязательства, восстанавливал эту дорогу после проведения ремонтных работ. Чтобы те гарантийные обязательства, которые у него есть по отношению ко всему дорожному полотну, они были сохранены и продолжены. То есть я думаю, что вот этот механизм у нас сейчас уже начал работать, и я так смотрю, по последним раскопкам, скажем так, ситуация уже улучшилась. Это в городе? Это в городе. То есть подождите, тот подрядчик, который делал дорогу, закатывал асфальт? Который делал дороги по БКД, он же и восстановит потом. Да, после раскопок он и восстановит. А те, кто копал, они там ничего не должны будут заплатить? Они не заплатят этому подрядчику, они заключатся с подрядчиком договором. Это чтобы не пришел другой просто подрядчик, чтобы этот дух был оттаз. Чтобы мы понимали, что дорога сделана качественно, дорога сделана одним и тем же подрядчиком. Что касается работ по, не по технологии вернее, понимаете, дороги разной категории, разной нагрузки. И их ремонт, их укладка, она осуществляется по-разному. Поэтому нам, любителям и дилетантам, наверное, иногда кажется, что дорога делается неправильно, дорога делается не так. Но на самом деле все работы соответствуют той категорийности дороги, которая у нее есть. Я немножко уточню свой вопрос. Я сказала, что после того, как вели Платон, большегрузные автомобили с федеральной трассы, которая по своим критериям строится, рассчитана на эту нагрузку, они переместились на региональные дороги, у которых нет расчета на такую большую нагрузку. Что с этим делать? Сейчас мы в этом направлении осуществляем работы по установке рамок весового контроля, уже современные рамки. У нас порядка 250 миллионов рублей потрачено на установку этих рамок. Какая организация непосредственно этим занимается? А сейчас пройдет конкурс, и мы будем понимать, кто предложит наиболее выгодные условия для этой работы. То есть вполне возможно, что это будет не местная, не кировская организация. Скорее всего, не местная, потому что Ростелеком предлагает услуги, другие компании предлагают услуги. То есть тут определить конкурс. Что касается потом, после того, как мы установим эти рамки, мы перекроем основные трассы. То есть уже будет значительно сложнее ехать с перегрузом. Штрафы там достаточно серьезные, очень серьезные штрафы. Я думаю, что ситуация будет поправляться. Как эти рамки работают? Автомобиль должен остановиться? Нет, нет, он просто идет, проходит через пункт контроля, а уже автоматика... Там дистанционно сразу же сообщается. Да, сообщается, уже после того, сразу фотографируется. А кто ведет учет и куда поступают деньги от этих штрафов? Штрафы будет поступать в Дорожный комитет, сразу в Дорожный фонд с Кировской области. И пополнять наш Дорожный фонд, который будет направлен на ремонт дорог. Да, там действительно очень приличные штрафы. Именно на юридические лица. У меня еще тогда, как у человека снова, который ездит по этим дорогам, большое пожелание, чтобы контролировали подрядчиков по работам, очень плохо отсыпают обочины. Мы очень видим, как вырывают большое количество земли, валы такие отодвигают, не засыпают, не отсыпают эти обочины, что опасно, когда при движении. И очень долгий промежуток времени, прежде чем приведут в порядок, а некоторые вовсе не приводят. Мы сейчас восстанавливаем и службу технического контроля в Министерстве транспорта. Дорожный комитет Кировской области ориентирован как раз на устранение тех замечаний, о которых вы сейчас говорите. Я думаю, что в любом случае, со временем, с коротким промежутком времени, мы эту работу улучшим, и она будет уже более видна всем. Но вы эту проблему видите, да? Конечно, мы проблему эту видим, мы об этом говорим. Дорожный комитет оштрафует, указывает на недостатки, они устраняются, работа идет. Конечно, иногда хотелось бы, чтобы все это двигалось быстрее, но стараемся. Но СМИ уже анонсируют, собственно, план работы дорожной на следующий год. Все, все четко, программа будет продолжаться и в следующем году. Да, программа будет продолжаться в следующем году, мы уже готовимся. Надо сказать, что после вот этих два года, прошлый год, этот год, мы работали над линейными объектами, нагоняли, мы отставали достаточно сильно по программе безопасной и качественной дороги. Километраж надо было, да, надо было сделать километраж. Сейчас понятно, что все хотят уже видеть законченную улицу с тротуарами, с газонами, с бордюрами. Ну и, наверное, горожане обратили внимание на то, что некоторые дороги уже у нас, некоторые улицы уже делаются, уже меняется бордюрный камень. Сейчас вот начались работы по благоустройству тротуаров. Мы говорим о комплексном благоустройстве территории. Через полторы минуты после рекламы об этом комплексном благоустройстве территории, о синхронизации программ, насколько это удается, поговорим с Александром Чуриным, первым заместителем председателя правительства Кировской области. Продолжаем разговор. У нас в гостях Александр Чурин, первый заместитель и председатель правительства Кировской области. И мы поговорим сейчас про город и про городские проекты. И еще у нас останется вопрос. Мы, скорее всего, его анонсируем. Важно сказать некоторые вещи о комиссионной политике. А потом более подробно разберем в развороте на бизнес. Я хочу к слушателям обратиться. У нас сегодня нет приема звонков прямого. И вот вопрос, который сейчас от Галины Евгеньевны поступил про дорогу на Сидоровку, это вопрос все-таки к муниципальным властям. И я, скорее всего, его перенаправлю в город. Надеюсь, что в ближайшей программе «Урбан», на которую приходит городская администрация, мы на него ответим. Там дорога, где упал и прокинулся автобус, что с ней делать? Покрытие, как стиральная доска, насыпали щебня. Ну, в общем, все, что мы любим. Это происшествие позавчера, по-моему, было, да? В воскресенье. Это на Сидоровку, да? Да, на Сидоровку. Про дорогу на Сидоровку поговорим с городскими властями. А теперь все-таки мы поговорим о том, удается ли синхронизировать различные проекты для комплексного благоустройства города. Потому что про эту комплексность говорят уже очень много. Но пока что мы этой комплексности не видим, чтобы целые кварталы у нас покрывались качественным асфальтом, хорошими тротуарами, хорошим озеленением, чтобы выходы со дворов на дорогу не были какой-то ямой безумной, которую не преодолеть. Но мы знаем, что буквально на прошлой неделе вы были в полях, что называется, и ходили по дворам, и на этой неделе тоже. Задачи такие стоят. О комплексном развитии территории городской. И вообще власть областная может, собственно, предъявлять? Да? Такое требование? Нет. Ну, во-первых, губернатор ставит задачи, губернатор определяет цели, и все службы, которые ответственны за это, они ведут работу по достижению тех целей, которые поставлены. Мы работаем с администрацией города в очень тесном контакте. Илья Вячеславович, он прекрасно понимает все те проблемы, которые есть у города. Шульгин, сети-менеджер. Которые стоят перед городом. Он видит, у него есть четкое понимание, каким город должен быть, какой он, как он должен развиваться, что для этого нужно сделать. И поэтому у нас здесь абсолютное понимание, как двигаться, куда двигаться, и в каком порядке. Расскажите нам. То есть, вопрос комплексности, вопрос комплексности, он очень важен. И здесь нельзя просто ломануться и начать что-то делать. Нужно делать это осмысленно, и самое главное, понимать, что и зачем мы делаем. Поэтому проводятся встречи, приглашаются архитекторы, проводятся встречи, изучается опыт других городов Российской Федерации, чтобы, ведь самое главное, взять лучшее, что уже есть, что уже наработано, и, допустим, применить у нас в городе. Позвольте, я перебью вас по поводу приема других городов. Я как-то уже задавал этот вопрос одному из гостей особого мнения. У нас Игорь Владимирович говорит о том, что нам нужно ориентироваться на Казань и Москву. У Ильи Вячеславовича, один из заместителей, он проработал долгое время в Сочи. И он чуть ли там не пообещал наш город в Сочи превратить. Так все-таки на кого нам ориентироваться? Ориентироваться нужно на тех, кто уже что-то сделал, кто уже что-то достиг. Ведь они это имеют в виду. Ориентироваться на Казань. Люди приезжают в Казань и видят, там красиво, там удобно, там комфортно. Мы ведь это имеем в виду. Чтобы в Кирове была красивая набережная, чтобы были хорошие, удобные парки. Знаете, что вам на это скажет Александр Анатольевич? Скептически настроен наши слушатели. Каждый чиновник, который приходит в эту студию, говорит, что в Кирове должно быть красиво, набережная, парки и прочее. Да, мы работаем совместно, мы двигаемся, у нас есть взаимопонимание. И дальше говорит, а дальше что? А завтра где? Каждый чиновник приходит и говорит, но не каждый чиновник делает. Мы делаем. Результат нашей работы, он налицо. Понимаете? Поэтому здесь ситуация следующая. Мы сейчас очень много работаем над общественным транспортом, над проблемой общественного транспорта в городе. Проводим совещания. Я думаю, что в скором времени на дорогах города появятся новые автобусы. В сентябре. Современные автобусы. Мы проводили переговоры с представителями МАЗа. Я думаю, и вот по крайней мере наше видение следующее, что мы должны создать единую транспортную компанию, обслуживающую не только город Киров, но и межмуниципальные маршруты, областную сеть, чтобы это была единая мощная компания, которая может позволить себе содержать как дотационные маршруты, так и развиваться здесь, в городе. И у нас в этом вопросе есть полное понимание тоже с городской администрацией. Простите, речь идет о слиянии? Возможно, о не слиянии, возможно, о создании новой компании. Киров, пассажир автотранса, ТП, например. Да, различные варианты рассматриваются действий. Но, тем не менее, я думаю, это будет правильное направление и буду настаивать на таком развитии событий. Что касается застройки города, вы тоже видите, что позиция изменилась, появилась принципиальная позиция. А насколько серьезно тренд переломился? Насколько вот эта принципиальная позиция скажется на работе наших девелоперов? Я думаю, эта позиция принципиальная, долговременная. И здесь нужно будет... Против точечной застройки, благоустроенная территория вокруг, комплексное развитие, строительство социальных объектов. Ведь не готовы же, некоторые девелоперы не готовы. Они открыто говорят, что это не наша задача, это должен делать муниципалитет, региональная, федеральная программа. Тогда какая задача девелоперов? Строить и продавать квартиры. С этим не согласны власти, я так понимаю, сейчас, да? Власти говорят, что необходимо нам и на чем мы будем настаивать. Другой вопрос. Кто-то с этим согласен, кто-то не согласен. Кто-то встраивается в систему работы, кто-то не встраивается в систему работы. У каждого есть выбор. Готов стать партнером. Готов стать партнером, работаешь. Не готов стать партнером, значит, работаешь в другом месте. Все. Ну, как вы думаете, наши крупнейшие компании, некоторые из них все еще сопротивляются, они в конце концов... Честно скажу, не знаю ни одной крупнейшей компании, которая бы сопротивлялась. Все двумя руками за, все готовы участвовать в программах развития города и делать наш город лучше и красивее. А может, Александр Анатольевич, они думают, что ну вот сейчас власти... Поговорят, поговорят, успокоятся. Успокоятся сейчас, а потом мы заново как-то... Вы повторите, да, что мы принципиально... Я к тому, чтобы вы повторите еще раз. Мы принципиально... Будем строить многоэтажки, точечную застройку осуществлять. Знаете, мне больше нравится пословие. Нет ничего более постоянного, чем временное. Да, это правда. Так что те, кто говорят, что это временно, ну... Ошибаются. Ошибаются. Да. Ну, у нас есть, конечно... Мы хотели с вами пройтись по крупнейшим объектам в городе Кирове, по центральному рынку, оврагам засора. Непонятно, что происходит с квотутью по тюрьме и набережной. Ну, взглядом пройтись, не пешком. Понятное дело. Но мы не успеем, пожалуй, да, Володя, это сделать? Ну, в другой раз. В другой раз. Да, пожалуй. Давайте инвестиционная политика. должна иметь осуществление инвестиционной политики из какого-то центра должно происходить. И вы видите корпорацию Кировской области, корпорацию развития Кировской области, как вот такой центр. Ну, во-первых, мы сейчас меняем принципы работы с инвесторами, принципы работы с инвестиционными проектами. Вообще. В чем принципиально отличие? Ну, мы хотим по-другому подходить к поддержке инвестиционных проектов. Вот сейчас вырабатываем новые методики работы. И главной ударной, скажем так, силой хотим сделать все-таки корпорацию развития Кировской области. Потому что корпорация развития Кировской области сама по себе очень хороший инструмент. Она может, через нее можно осуществлять серьезные инвестиционные проекты на территории области, поднимать серьезные и решать серьезные вопросы. И поэтому я думаю, что вот сейчас в нашей программе работы, которую мы сейчас осуществляем, корпорация займет главенствующее место. И это будет тот инструмент, через который пойдет и поддержка, и развитие инвестиционных проектов на территории Кировской области. Ну, приведите пример, как подходы могут меняться. Например, в лесной отрасли. Это одна из запор нашей экономики. Ну, я думаю, что если корпорация войдет в лесную отрасль, начнут осуществлять инвестиционные проекты, в том числе по строительству каких-то объектов по переработке древесины, собственных объектов, ничего плохого в этом не будет. То есть не частная компания? Не частная компания, компания, которая принадлежит правительству Кировской области, которая пользуется поддержкой правительства области. А поясните, где она в структуре областной власти будет? Мы знаем, вертикаль. Нет, она не структура. Это акционерное общество, акционером которой является правительство Кировской области. Мне кажется, что участники не очень рады такой идеей, что некая правительственная структура самостоятельно будет усилять строительство заводов по переработке. Нам нужно развивать моногорода, нам нужно развивать территории, опережающиеся экономического развития и так далее. Есть определенная проблема с инвесторами, с инвестиционными проектами. Здесь ведь цель-то не для того, чтобы захватить рынок, а для того, чтобы она может начать проект совместно с инвестором, совместно с другими компаниями по развитию этих территорий. И если компания создаст успешный продукт, успешный проект, никто ведь не говорит о том, что он будет постоянно в собственности правительства области. Он может быть акционирован, продан и так далее. Почему вообще возникла такая идея, что нужно возрождать корпорацию регионального развития и передавать ей полномочия, в том числе на осуществление предпринимательской деятельности? Ведь строительство заводов по переработке – это бизнес? Это бизнес, это хороший бизнес. Почему вы решили, что… Понимаете, здесь такой сложный, комплексный вопрос. Но основной вопрос в том, что те инвесторы, которые заявлялись в том числе и в программы развития моногородов, они оказались слабы и несостоятельны. Я не говорю про серьезные компании типа Хольсхаус, другие компании, которые у нас работают в Виатских Полянах и так далее. Но большая масса инвесторов, они кроме деклараций, в общем-то, ничего не сделали. Ни финансов, ни бизнес-планов, ни управления. Ни финансов, ни бизнес-планов, ничего. Но вы не хотите их сбрасывать со счета, да? Мы не хотим терять моногорода. Нам нужно развитие моногородов. И здесь нам нужен инструмент, который бы начатую работу довел до конца. Корпорация развития сможет это сделать. И здесь, наверное, встанет у нас полминуты до завершения, станет очередной серьезный вопрос, который вы поднимали, когда мы обсуждали Победилова. Это, собственно, кадры. Это кадры. Это кадры. Есть уже какие-то наметки? Привлекаем кадры, в том числе из других городов, с опытом той работы, которая нам требуется, с их видением развития, в том числе и корпораций и так далее. Не надо бояться, надо затаскивать сюда людей умных, талантливых, для того, чтобы они отдавали свои знания области. Когда мы сможем с вами представить такую развернутую картину структуры и планов работы? Я думаю, что через месяц мы уже будем готовы, по крайней мере, более конкретно говорить о том, что мы делаем, как и для чего. Тогда мы договариваемся на то, что в развороте на бизнес в сентябре мы сделаем большую историю про суть и про план работы корпорации развития Кировской области. А пока благодарим нашего гостя. А, кстати, да, по чьим патронатам-то будет корпорация? Правительство Кировской области. Правительство, да? Да. Вашим непосредственно. Да, мы. Александр Чурин, первый заместитель, председатель правительства Кировской области. Благодарим за участие и хорошего дня. Спасибо. Обменный разворот продолжится через 20 минут. Продолжение следует.